Есть такая штука у нас в программе, сюжет такой называется «Дураки и дороги». Мы сегодня снимаем сюжет про деятельность фирмы, в смысле, не просто о деятельности фирмы, мне просто рассказали, что здесь три этажа. Может быть, я чем-то не прав, но если вы за моей спиной посмотрите, то, в принципе, вы видите всего два этажа, а не три. Как такое может случиться, когда людям всем говорят, что здесь три этажа? Я этого не понимаю. Мы, может быть, попробуем вместе с жителями города людям это дело объяснить, что здесь всего два этажа. Вот у нас все говорят и думают только об одном, что никто не может стать президентом. Но это возможно, если внедрить несколько проектов. В смысле, это не проекты, это то, что было. Начнем. Бесплатное высшее и специальное образование. И тогда специалисты, получившие за счет государства, могут и обязаны поехать по распределению. Только тогда, когда это было бесплатное высшее образование. Это первый пункт. Второй. Бесплатная медицина. Не получается бороться с тем, чем борется весь коммунизм. Приглашаем специалистов из коммунизма, платим им нормальные деньги и лечим практически все. Все. Банков у нас более чем предостаточно. В день. Два или три банка. И хватит, господа. И перевод денег за рубеж только через один. Извините, деньги вернем к истокам. Не нравятся истоки? Миллион долларов и не более для миллионеров и миллиардеров и вон из страны. Третья часть. Беспроцентная ипотека для всех. Да, господа мои. И пока вы не товарищи. И лучший вариант. Три детятка. И вспомнив о самом суровом месте на планете, где россияне и обитают, пенсионный возраст не увеличиваем, а отменяем на пять лет назад. Теперь о налогах на сверхбогатых. Ну, может, сверхбогатые в Бога не верят. Но мы, православные мусульмане, верим, что мы пришли в гольном одиночестве в жизнь. Так же и уйдем. Поделитесь 300 миллиардеров с населением. А то, что построено не вашими руками, с вашей безумной прибылью, не читается с нашей мизерной пенсией. Поделитесь, господа. Я не против лучшей армии. Пусть она защищает своих родителей и детей. А не 300 миллиардеров. Это будет лучшая армия, как она и была. Теперь про ВТО. Кому это нужно? Но мы всех пересадили на аэробусы и Боинги с кучей бредятины типа автоматической посадки и взлета. Но раньше наши пилоты садились и взлетали на ручки. Да, может, Европа и гудит от наших машин. Но большая часть недорогого и качественного туристического сервиса вполне принимает наши лучшие самолеты. Так верните их на место. И хватит долбанного западного лизинга. Хватит, господа. Я люблю российских, а точнее советских пилотов, умеющих выводить любые борта из штопора. Кроме всего, снизить цены на российские перевозки и остановить мародерство. Мы с этим неоднократно справлялись. И самое забавное, 90% бюрократов уволить и налоговую туда же, так же, как и всю Госдуму и всех народных депутатов. Вот, собственно говоря, и все. Ну скажите мне, что это не могут сделать обыкновенные горожане? Да нет, смогут. Сделайте это, и весь народ будет любить человека, отвечающего за народ, настоящего народного главу. А вот что получается в Магнитогорске. В Магнитогорске бюрократы не видят то, что видят горожане. Скажите, пожалуйста, сколько здесь этажей? Ну, я вижу два. Всего два этажа? Да. Два? Ну, не больше, да? Ну, я думаю, что да. Просто мне рассказывают, что здесь три этажа, так ли это? Я думаю, что нет. Сколько вот за вашей спиной вот в этом здании этажей? Ну, я оборачиваюсь и вижу только два этажа. То есть просто два этажа? Просто два этажа. Два. Два, да? То есть не три, естественно. Ну, если в подвале где-нибудь есть. А если нету, то два. Два. Два этажа. Два этажа. Два. Не больше? Не, не больше. Ну, вроде как два. Ну, просто два, да? Да, просто два. В этом? В этом, в этом завалится. В два. Больше два этажа, да? Да, два. Не больше? Нет. Ну, вроде как два. То есть два этажа не более того. Или вы хотите фундамент считать за этаж? Ну, то есть у нас все хрущевки, пятерки стали шестерками. Все брежневки девятки стали десятками. Все сталинские трешки четверками. Но не смешите, господа типа бюрократы. Нас смешить такими вещами не надо. Конечно, надо понимать, что коррупцию не победить. Ни в одном государстве нет таких побед и не рассказывайте сказки. Но коррупция не должна развиваться стремительными темпами. А почему Россия на 150 месте, а? И по сути не надо равнять благодарность с коррупцией. Человек имеет право отблагодарить за помощь. Имеет и все. И не надо равнять подарки взятками. Этого делать не надо. Такого не было во времена царя Владимира Красного Солнышка. Это было очень давно. И я бы присмотрелся к другой религии. Мы все под Богом ходим. Дайте простому бизнесмену мелкому развиться. Не сдавите вы его налогами до 5-15 миллионов. Не убивайте вы его. Пусть встает на ноги. Пусть принимает человека. А вот потом он вам сам даст. И будет работать на благо государства. Я, конечно, много чего понимаю. Но когда вам говорят 10 человек, что здесь всего 2 этажа, а не 3. Надо слушать 10 человек, а не одного человека, у которого кушка куда-то улетела. Здесь всего 2 этажа, поверьте мне. Кроме всего прочего, это самая старая заправка города. Потому что, когда еще ничего не было, здесь появилась первая заправочная станция АЗС Нежная. И что в дальнейшем? В дальнейшем тут, говорят, будет парк. Я только что поднялся чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше, чем это АЗС Нежная, где находится. Вы знаете, парков я здесь не видел. Здесь будут торговые центры. Может быть, когда-нибудь будет. А так, ну, сервисы всякие там. Там заправка, тут заправка. Это была самая, кстати, первая заправка. То есть, господа, когда вы говорите, что здесь будет парк, вам надо еще подумать, и будет ли этот парк вообще. Да. Да, вы все это дело подписали. Я очень типа уважаю наших депутатов. Все наши типа депутаты в основном в своем событии, это выпускники, в смысле, это работники металлургического комбината. Вы понимаете, когда вы работаете на металлургическом комбинате, вам говорят правила. И вы так и будете делать, потому что человек очень грамотный стоит в власти. Виктор Филиппович Рашников. Он прекрасно понимает, что будет. А уже за тем, что у вас получается. И мы неоднократно говорим, что то, с чем борется Владимир Владимирович Путин, с коррупцией. Так вот, ребята, прежде чем что-то подписывать, подумайте. А лучше съездите и посмотрите. И примите правильное решение. Продолжение следует...